На портал «Гзагит» поступил вопрос, как не осуждать человека и не впасть в состояние равнодушия. Дело в том, что если мы с одной стороны осуждаем человека, нам кажется, что это ревность. Мы осуждаем злых людей, мы ревнуем о правде. Надо понимать, что такое не осуждать человека. Есть известная социальная формула, разделяя грех от человека. Грех ненавидь, а человеку люби. Вот как раз эта форма объясняет, как не осуждать и не впасть в равнодушия. Ты грех-то ненавидь. Сам грех. А носители греха, ты по-христиански люби. Желай ему освобождения от греха. Молись за него. Хоть со слезами на глазах. Вот тогда ты будешь грех ненавидеть, а человека любить. И не осуждая человека, то есть не записывая там уже нераскаянные грешники, не желая ему там зла за его всякие возможности, там какие-то его не злые, нехорошие поступки. Ты ненавидя грех, будешь неравнодушно желать ему добра. И осуждения тогда у тебя не будет. И равнодушия у тебя тоже не будет. Потому что, как говорил Иоанн Затауст, святитель, тот, кто равнодушно относится к злу, скоро теряет способность различать зло. Поэтому не осуждать – это не значит не видеть зла. То есть ты зло видишь. Ты зло ненавидишь. Ты равнодушно к этому не относишься. Но ты воздерживаешься от ненависти к людям. И наоборот стараешься их по-христиански любить, но хотя бы молясь за них. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok